Индустрия красоты оказалась среди наиболее пострадавших от пандемии отраслей. В Ленинском городском округе несколько салонов вынуждены были закрыться. Но у этого бизнеса и сейчас есть немало сложностей в работе. Это не проблема одного салона. Кадровая зависимость, арендные платежи, разные нормативные документы. То есть только схвачено, только вместе объединившись, совместными усинилими, они смогут победить те проблемы, которые у них есть. Поэтому сегодня объединяемся, есть лидеры, есть направления, есть люди, которым это нужно. Реагируя на ситуацию, предприниматели муниципалитета решили создать комитет по развитию поддержки индустрии красоты при торгово-промышленной палате. Мы хотим познакомиться с бизнесом, который связан с индустрией красоты. Потому что знаем, что у вас есть определенные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. И хотели бы в этом смысле разобраться и помочь вам в решении ваших вопросов. Возглавила комитет предпринимателей, член торгово-промышленной палаты Светлана Федотова. Цель комитета, ну, наверное, во-первых, познакомиться, потому что бьюти-бизнес до этого как-то не был знаком между собой. Мы не общаемся, у нас нет никакого взаимодействия вообще. Мы хотим создать такое сообщество сильных предпринимателей, которые по неким стандартам будут работать. То есть стандартизация – это одна из наших целей. В администрации Ленинского городского округа состоялось первое заседание объединения. В нем приняли участие владельцы и представители салонов и студий красоты. На совещании было рассмотрено несколько вопросов. Основная тема обсуждения коснулась роста конкуренции со стороны самозанятых. Представитель одного из СПА-салонов Екатерина Жукова рассказала, что эта проблема затронула и их центр. У нас у всех разные цены, у нас у всех разные уровни мастера, но мы объединимся и пойдем уже непосредственно научим наших клиентов не ходить домой, все-таки, а получать комфортную, хорошую, качественную услугу. Поддержать представителей бьюти-бизнеса пришел первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Я за то, чтобы вы процветали, чтобы вы доставляли удовольствие, понимаете, что индустрии красоты, да, то есть это все мы через это проходим, все люди, которые за собой следят, собственно говоря, сиделось, поэтому это настолько красиво, настолько эффектно. Такие собрания будут проводиться на постоянной основе. На них предприниматели смогут оперативно решать накопившиеся вопросы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.